КОНЕЦ На сравнительно не очень большой сумме в 16 миллионов евро не мог не возникнуть вопрос, откуда эти деньги будут взяты. По заверениям парламентариев, как говорится, живые деньги из Эстонии на Кипр отправлены не будут. А речь идет лишь о том, что наша страна гарантирует на 16 миллионов евро кредит, предоставленный этому островному государству. Те страны, которые имеют участие в этом ЭСМ-фонде, они гарантируют именно вот этот кредит, который ЭСМ получил из рынков для того, чтобы дать это в Кипру. Так что, в принципе, можно сказать, что с этим законом, который мы сегодня или завтра будем принимать, мы, в принципе, даем согласие того, чтобы фонд мог дать этот кредит Кипру. И мы гарантируем, что через лет 10 или 15 или какое-то время, если Кипр не дает деньги обратно, то именно в этом 0,2% мы в этом участии гарантируем свое участие в этих деньгах. Действительно, пока что речь идет лишь о гарантиях по кредитам другим странам, а не необходимости эти деньги вносить. Но критики правительства снова обращают внимание на то, что это не первое, и, скорее всего, с учетом положения дел в Португалии, Италии, Испании, не последняя выдача кредита под гарантию Эстонии. Кризис в еврозоне далек от завершения, и неизвестно, что будет с той же Грецией, которая уже получила займы под эстонские гарантии. А в случае, если она не сможет обслуживать этот долг, отвечать придется уже его гарантам, в том числе и нашей стране. Всего же максимальная сумма гарантий, которая обязалась на себя взять Эстония, превышает 3 миллиарда евро. Максим Волков, Вячеслав Скалецкий, Первый Балтийский канал.